всем привет вы на канале пользы от меня зовут сани здесь только быстро обзора и долгие стримы сегодня вопреки всему и несмотря ни на что я расскажу вам о смартфоне ими 10 pro 5g на риме 10 pro плюс 5g у меня было уже два обзора на канале один на китайскую один на глобальную версию и чем же отличается этот аппарат от этого и почему на него так мало обзоров ну в первую очередь и разумеется расскажу вам про плюс и 120 герц экрана прямые грани он стоит когда его необходимо поставить он безумно легкий фотки здесь при правильных руках просто шикарные получаются процессор троттлит минимально мне лично нравится его дизайн и очень большому количеству людей этот дизайн реально заходит здесь есть минимальный но запас все-таки по баллам в antutu здесь за 400 с копейками и если говорить в целом о данном девайсе то вроде бы все хорошо плюс мы можем еще ищу карту памяти сюда запихать и стерео здесь есть пусть и псевдо здесь нет шима это айпес экран и для кого-то это будет являться огромным плюсом но про рамки которые оля здесь просто минимальные с таким подбородком я рассказывать вам наверно все-таки не буду почему потому что но это атовизм это как бы дешмане за 10000 а смартфон как вы знаете значительно дороже но все это субъективно объективно смотрим распаковка у меня на руках глобальная версия поставляется данная модель в черно-желтой коробке из плотного картона пришла коробка целая как и сам смартфон пакен стандартный ничем не примечательный в комплекте мы имеем темный силиконовый чехол наклеенную защитную пленку краткое руководство ключ для извлечения прорезиненного гибридного слота по 2 наносим карты или одну наносим и micro sd до 1 терабайта сам смартфон блок питания на 33 ватта но как по мне можно было бы как версии про плюс оформить поддержку 67 ватт зарядки не такой это и космос далее есть кабель для зарядки с юсби и на тайп си и весит 10 про 192 грамма размера 163 на 74 на 8 с половиной миллиметров без блока камера вместе с ним 11 целых девять десятых миллиметра розыгрыше море читаем описание какие сейчас актуально разумеется постоянно это 5 mi band of 7 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео не забудьте подписаться с колоколом перейдем же к смартфону приобрести данный девайс можно в трех вариантах расцветки это голубой градиент в светлых тонах и черный дизайн устройства практически такой же как у всей линии кирилл mi10 тыльная часть матовая корпус не марки выполнен из пластмассы но качественный опять же тем кто носит аппарат в чехле а таких большинство неважно из чего сделан smart единственного легче будет если он из пластика сборка как и качество материалов на свою стоимость неплохо нехорошо использовать одной рукой его можно прямые грани не натирают из-за относительно небольшого веса но повторяюсь скорее всего в чехле будете выносить на корпусе расположены кнопка питания качели регулировки громкости далее есть разъемы избитой пси соты г версии 20 что не удивительно и ожидаемо два микрофона динамики ультра бум звучание здесь стерео сертификация high-res технологии real sound с четырьмя предустановками на борту звучание хорошая для своей стоимости но как по мне громкости слегка не хватает bluetooth кодеков на борту достаточно вибромоторчик не лучше я бы сказал хуже среднего миниджек в наличии за что спасибо вот и к порта нет производитель заявляет что использовалась бесклеевая технология razer при создании этого смартфона для того чтобы уменьшить рамки и уменьшить количество отверстий куда может попасть вода и не только но класс защиты от влаги разумеется не указан в отличие от допустим poco x5 pro но он и стоит значительно дороже смартфон оснащен айпес дисплеем на 6 целых 72 сотых дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек full hd plus полезная площадь экрана 93 целых шестьдесят семь сотых процента смартфон имеет сертификацию тиви рейн лэнд низкий уровень синего света плотность пикселей 392 ппи чего в целом достаточно максимальная яркость 600 не то пиковая яркость 680 нет что в принципе для и ps матрицы не очень таки и плохо я бы даже сказал хорошо при прямом попадании света на экран пользоваться даже с такой яркостью возможность есть все видно частота обновления экрана максимум 120 герц адаптивная частота обновления есть touch 240 герц результат теста не на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране результат средний автояркость работает корректно мультитач есть экран на все 10 касаний откликается без проблем разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в кнопку блокировки и распознавание лица сканер отпечатков пальцев работает отлично зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя но можно завести пять других отпечатков распознавание лица срабатывает неплохо внести биометрические данные можно только одного лица рамки минимальные что не сказать про большой подбородок экран в целом хорошие учитывая что это и пес он довольно яркий с приятной цветопередачей ко всему еще 120 герц настроек для персонализации экрана под себя немного но они есть процессор здесь qualcomm snapdragon 695 из техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами максимальная частота которого 2,2 гигагерца графический процессор adreno 619 интерфейс realme ui версии 40 на базе android 13 версии интерфейс работает неплохо плавно но фризы встречаются оперативная память lpddr4x доступна на выбор 8 или 12 гигабайт виртуально расширить озву можно но это все маркетинг не забываем внутренняя памятью fs 2.2 на выбор 128 и 256 гигабайт и напоминаю что расширить память вставив micro sd можно что удобно имеется поддержка вай фай 5 версии напоминаю что уже есть седьмая версия вай фай поддержка 5g сетей что для нас не актуально но хорошо что это все есть для 4g на борту 7 20 band смартфон связь ловит отлично звучание во время разговора хорошие микрофоны и датчики приближения отрабатывали у меня лично без каких-то проблем bluetooth здесь версии 51 хотелось бы как минимум 5 и 2 ну что есть то есть и на все модуль на борту и работает без проблем gps глонас бейдоу галилео и а gps на борту для навигации емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов что он выбивает в писем арки вы видите на экране тест я проводил при 120 герцах 10 про поддерживают быструю зарядку на 33 ватта и в целом от 0 до сотки он заряжается за 1 час 10 минут беспроводной зарядки нет что неудивительно поедает за час просмотра видео на ютьюбе по вайфай у меня 6 процентов в играх среднем уходит 16 перейдем же к тестам как он проходит троттлинг тест вы видите сейчас и это на 100 потоках тоже касается гикбенча в принципе вайлайф антуту и я бы сказал что все включая сторож то здесь по минимуму но это не критично тем более результат стресс-теста довольно неплохой опять же все относительно можете написать в комментах как вы считаете для бюджетника это хорошо или не очень основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров или вспышки основной модуль pro light samsung h m6 на 108 мегапикселей с углом обзора 83,6 градуса со сведосилой f1 75 и портретный сенсор на 2 мегапикселя с углом обзора восемьдесят восемь целых восемь десятых запись видео доступно с основного модуля в максимальном разрешении 1080p а у 10 pro plus есть поддержка кстати 4k оптической стабилизации разумеется нет цифровой зум на борту фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с углом обзора восемьдесят две целых три десятых градуса находится он в верхней части экрана по центру вырезе максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps плане качества фото и видео все практически также как в рилме 10 pro plus не фонтан рилме 10 pro 5g неплохо справляется с дневным светом но не с искусственным в стоке на смартфоне имеется достаточное количество разных режимов плюс все это дело обновляется добавляется с новыми прошивками и в принципе рилме не стоит в этом смысле на месте это хорошо короткие примеры видео и фото вы сейчас увидите напоминаю что исходники фото и видео у меня в telegram канале лично можете скачать посмотреть вот пример с ультрабюджетника вот сейчас вы должны хорошо слышать ночная съемка все везде одинаковые ультра бюджетниках еще раз напоминаю что в таких же условиях допустим флагман снимать будет может быть чуть чуть и лучше но сказать чтоб сильно лучше тоже не сказать если снимать объекта то все равно съемка какая то есть даже циферки видны в целом мне кажется этого более чем достаточно основная камера и вот такой мультик если вы будете себя снимать в лифте не знаю как все это дело выглядит но это фронтал на основной камере тоже 1080p к слову не так и позорно разумеется можно включить еще и флэш который нам не нужен вспышку на вообще ожидал что будет хуже а вы то есть целом прям нормальная съемка ночная съемка очень даже достойно по мне с искусственным освещением понятно 1080p понятно бюджетник но от ультра бюджетника это дело конкретно отличается согласитесь даже автофокус какой-то на предметах у тех же условиях немного фронталки слегка крипе но какое здесь освещение так он и снимает и даже есть двухоконный режим видео вы поняли секс 2 основная камера к сожалению на основной камере только 1080p 30 fps даже 60 нет но если смотреть на том же экране и допустим не двигаться картинка есть фото конечно в десятки тысяч раз лучше но что есть то есть как говорится вот это 1080p 30 fps гипермаркете рыбка из норвегии это свои навалны 1080p 30 fps а вот это концентрат к фейре 20 литров и фронталки еще немного как у мультики правда изображения но это и неплохо для многих такой штуки выглядишь лучше чем на самом деле примеров говорится мало не было мая любимая локация нет в движении, как говорится, но плавно, максимально плавно если можете различить лица, значит вам хватит этого разрешения для съемки солнца нет, облаков этих я не вижу, кстати, практически они для меня одно страшное тупо то же самое плавно немного видео в кафе кстати, отключилось почему-то, немного видео в кафе плавно 1080-30 хпс основная камера, съемка вот так вы сможете снимать в теньке если будет солнце, то съемка будет такой сверх стабильный режим но это все равно мольберт круто, что есть двухоконный режим видео, но мы прекрасно понимаем, что в аппарате за такую стоимость такие камеры, это конечно без 1080p на основной камере IPS IPS но они где-то здесь не там повернули по мне уж совсем не там минусы нет ик порта, скромная зарядка на 33 ватта да и больше нет смысла перечислять, потому что это бюджетник пусть даже не ультра бюджетник, но это бюджетник цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал все в описании ну и разумеется на youtube канал с колоколом написать в комментах, что еще купить на обзор не забудьте лайк резюмировать я буду впервые не на сам аппарат примеров съемки вы видели достаточно и я вам скажу, что с такой камерой для видео именно съемки с отсутствием ультраширика с минимальным плюсом по запасу в антуту с нулевым фактически гипертрофированным будущем в плане игр и в целом со всем остальным учитывая его ценник я рекомендовать его не могу почему еще раз посмотрите примеры видео если вы хотите фото ну опять же если вы любите фотографировать то аппаратов море если у вас реально есть проблемы с шимом перепроверьте себя потому что вот эти вот амолед экраны которые пошли вот эта штука она внешне может быть и классная но это дешевая штука с дешевым экраном с слабым запасом по мощности если этот аппарат в китайской версии я покупал за 17 с копейками этот аппарат я покупал за 20 с лишним и может быть я за 18 покупал какую-то версию в китайской по моему но на нее обзора я не делал и сразу продал почему потому что айпи с должен быть дешевым как бы ты туда не запихивал 120 герц чтобы не рассказывал я про 108 мегапикселей как бы вы не радовались камере объективно айпи с это должно быть дешево это не дешево вы можете со мной не согласиться можете приобрести данное устройство хотя бы за внешний вид но за внешний вид купить можно c55 c35 с ужасными процессорами тоже с нулевой запас 0 запасом про них я рассказывал про 55 расскажу его тоже купил но он стоил 12 этот стоит не 12 я имею ввиду про внешний вид да он не так тормозит но все равно напишите в комментах чтобы вы еще приобрели на наверное на эти деньги но напоминаю что по-настоящему людей на которых влияет шим с амоледа тем более хорошего очень мало разница в стоимости минимальна разница по запасу космос то есть вот с этой штука реально проходить года два свободные еще играть при этом не люблю я не прямые грани но это факт это вот два устройства одного бренда вот с этой штукой два года проходить будет боль мое субъективное мнение девайсу от меня как девайсу да как девайсу за ту стоимость за которую сейчас его продают однозначно и нет подписывайтесь на канал с колоколом пишите в комментах что еще купить на обзор всем кто оставит комментарий больше пяти слов огромное спасибо знайте вы помогаете проекту и еще раз в принципе вы можете написать играть можно все остальное можно можно но завтра а завтра она придет это дело вообще никак вывозить не будет добрая удача вам дорогие друзья друзья